И вот у нас сначала страну повели не туда. При Хрущёве, который сам-то, видимо, был человеком просто недалёким, но вокруг него были люди, наоборот, далёкие и умные, которые знали, куда этого дурачка можно повернуть. Вот у нас при Сталине в 1937-м кого стреляли-то в первую очередь? Если посмотреть материалы этих самых следственных органов, так стреляли люди, которые хотели сделать то же самое, что Горбачёв. У них текстуальные совпадения, просто текстуальные. Перестреляли, конечно, не всех, было бы глупо, думать, что это просто возможно физически, их, во-первых, всех фиг поймаешь, а во-вторых, поймав, только с кем-то работать же надо. Не перестреляли, и вот эти люди начали этой марионеткой Хрущёвым рулить в нужную сторону, и у нас что, сначала у нас отменили вообще как таковую коммунистическую идеологию, сказав, что у нас больше не будет государства с диктатурой рабочего класса. Ну, раз нет диктатуры рабочего класса, значит, всё, у вас кончился коммунизм, вот ровно в этом месте. У вас началась медленная деградация коммунизма обратно в капитализм, и в 1965 году надстроечные процессы перекинулись в экономику, когда Громыко и Либерман из Харькова запустили экономическую реформу, которая привела к немедленному ухудшению экономической ситуации в стране. Потому что незамедлительно, как только внутрь коммунистической экономики внедрили понятие рентабельности, т.е. окупаемости товара у нас вернулось не коммунистическое, не товарное хозяйство, а вернулось напрямую капиталистическое, товарное хозяйство. Потому что при коммунизме не может быть товара. В принципе, товар – это продукт, поступающий в обращение через обмен на деньги в данном случае, ну а раз у нас идёт обмен на деньги, то всё – рентабельность – это начало товарного хозяйства и включение обратно закона стоимости. Раз есть закон стоимости, значит, появляется труд с прибавочной стоимостью, которую будут изымать. Ну, у нас потом реформочку-то затормозили, и в 1979 году, мало кто помнит, пытались запустить её ещё раз, но почему-то это Брежнев парировал совершенно, не дали её запустить – ну а потом запустили в 1987-1988 году, за 2 года ещё и остатки экономики социалистической, т.е. недоразвитой коммунистической экономики, были полностью уничтожены, ну а когда кончается базис, вслед за этим кончается вообще всё – всё, страны нет. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!